Пик вашей популярности прошел. Как вы относитесь к творческому забвению? Страшно ли, что ничего монументального после вас не останется? Как вы это считаете? Для меня загадка все время. Вот я, когда свой сайт открыл... Популярность моя, она через интернет исключительно построена и развивается. Я когда свой сайт открыл... Боюсь вам наврать. Наверное, в 2000 году. Боюсь наврать. Не помню. Больше 20 лет точно. Просто по-разному называлось. В первый день на сайт пришло тысяча человек. Посещаемость была тысяча человек. Потом, когда лет через десять там появился какой-то ЖЖ. Там были какие-то выдающиеся тысячники. Что вот ты, он тысячник. У него тысяча подписчиков. Я повторюсь. У меня в первый день за десять лет до этого тысяча было. Потом стало там скачком четыре тысячи. Потом девять. А потом двадцать. Ну, вот в настоящий момент на мой сайт ходит 120 тысяч посетителей ежесуточно. 120 тысяч. Против тысячи. То есть, количество людей, которые обо мне знают, выросло в 120 раз. Я правильно считаю? Кроме этого, у меня есть страничка во Вконтакте, например. Моя личная. Там 130 тысяч подписчиков. У меня есть страничка любителей творчества. Там еще 130, наверное. Есть страничка в Фейсбуке. Там 62, наверное. 61 тысяча, 62. Есть Твиттер. Там 114. То есть, самое главное, есть канал на Ютубе, на котором миллион 750 почти тысяч подписчиков. Вот это о чем говорит? О том, что пик популярности прошел? Я правильно понимаю? У тебя какое-то странное об этом впечатление, представление. Как вы относитесь к творческому забвению? Не знаю. Я не наблюдаю никакого творческого забвения. Если его видишь ты, ну, такие твои особенности восприятия. Страшно ли, что ничего монументального не останется? И ничего монументального после себя оставить не норовлю. Абсолютно равнодушен. Никогда об этом не думал и думать не собираюсь.